Время коротких посещений Лежбищ, необходимых для учёта детёнышей, у учёных нет возможности подробно наблюдать за жизнью севучиного сообщества. Недалеко от южной оконечности острова Сахалин, у мыса Терпения, расположен небольшой остров с говорящим названием Тюлений. Здесь севучи находятся под постоянным наблюдением. Но своё название остров получил не из-за севучи. На острове расположено одно из основных лежбищ другого представителя ластоногих – северного морского котика. Северный морской котик также принадлежит к семейству ушастых тюлений. Как и севуч, морской котик образует многочисленные лежбища на островах Охотского моря. Очень часто это основной и единственный сосед севуча. Они прекрасно уживаются на тесных пляжах, хотя отличаются и внешним видом, и размером, и характером. Северный морской котик значительно меньше севуча, но свой размер он компенсирует весьма недружелюбным нравом. Охраняя свою собственность, самок и гаремный участок, самец котика будет стоять до конца. Не отличаются добродушием и самки котика, и даже детеныши. Такая отвага внушает уважение, но сильно усложняет работу на смешанных лежбищах. Морские котики полностью оправдывают свое название. Море их родной дом. Здесь они проводят до девяти месяцев в году. На берег животные выходят только для короткого отдыха и размножения. Ежедневно котики способны проплывать десятки километров. Двухсотметровые глубины тоже не проблема для быстрого и выносливого зверя. Вода смывает с котиков всю агрессию и враждебность. Человек под водой для них не угроза, а партнер для игр и развлечений. Сверяпые и коварные на суше в воде котики превращаются в домашних котят, забавных и любопытных. Сейчас численность северного морского котика на острове Тювени достигает 120 тысяч особей. Но так было не всегда. Морской котик – счастливый обладатель теплой и красивой шерсти. Она согревает котиков в холодных водах Тихого океана. Но именно теплая шуба сослужила им недобрую службу. Из-за меха котик всегда был желанной добычей охотника. На острове Тюленей промысел велся с середины 19 века. Несколько раз лежбище было практически полностью уничтожено, но каждый раз медленно восстанавливалось. С переменным успехом промысел продолжался до начала 21 века. Последний зверь был убит здесь в 2008 году. Зверобои покинули остров, оставив после себя полуразрушенные строения зверопромышленной базы. Но построенные для уничтожения тюленей эти руины служат сейчас противоположным целям. Научный сотрудник зоологического музея МГУ Светлана Артемьева уже много лет изучает жизнь обитателей острова. На этом острове, острове Тюленей, я работаю с 2006 года с небольшими перерывами. А так, каждое лето, на полевой сезон, обязательно приезжаю сюда для того, чтобы изучать в моем случае поведение сивучей. То, что меня больше всего интересует, это мой основной научный интерес, хотя, конечно, программа наша научная гораздо шире. Сивуч всегда стремился на пляжи Тюленево острова. Морские котики были не против. Но против были промысловики. Площадь острова невелика, и охотники всеми силами старались избавиться от неценного сивуча, освобождая место для ценного котика. Сивучей прогоняли и убивали. Но все изменилось в 1994 году. Сивуч попал в Красную книгу, и зверобои были вынуждены оставить морского льва в покое. А вскоре и котиковый промысел сошел на нет. К тому времени сивучиное племя Тюленево острова размножилось и чувствовало себя здесь полноправным хозяином. Первое, на что мы смотрим, это численность животных, которая здесь действительно растет, причем очень-очень быстро. И это действительно удивляет на фоне падения общей численности животных на остальных островах. Что касается моего личного интереса, то больше всего меня интересует взаимоотношение мать-детеныш. У сивучей контактов гораздо больше, и мать вкладывает гораздо больше в щенка. На нашем лежбище иногда даже до двух лет они остаются с матерью, и она их скармливает. И это действительно выглядит просто потрясающе, потому что через два года на молоке он становится размером с самку. И выглядит действительно очень интересно, когда двое животных одинаковых по размеру, и один кормит другого. Конечно же интересно, что у сивучей присутствует определенное усыновление и удочерение. То есть они могут быть удочерить щенка. И мы это наблюдаем регулярно, когда видим так называемые двойни. Вот такие какие-то особенности меня очень сильно привлекают. Ну, возможно, я немножечко их, конечно, очеловечиваю, но действительно какие-то такие моменты исключительно интересны. Но даже при таком пристальном внимании жизнь сивучей по-прежнему полна тайн и загадок. Как только детеныши окрепнут, самки уводят их в море. Там они проведут большую часть своей кочевой жизни, скрытой от посторонних глаз. Сивучи прекрасные пловцы. Вместо теплого меха у них толстая жировая прослойка, согревающая зверя в самых холодных водах. Их неуклюжие и порой смешные движения на суше становятся легкими и грациозными в воде. В поисках пищи рыбы, ракообразных моллюсков, сивучи обычно ныряют неглубоко, до 150 метров. Хотя взрослый самец без труда способен погрузиться и на 300-метровую глубину. Продолжительность ныряния в среднем 5 минут. Этого сивучу вполне достаточно, чтобы поймать треску или кальмара. Наблюдение за морскими млекопитающими в их привычной среде – неотъемлемая часть работы экспедиции. Кроме сивучей, основного объекта исследований, биологи собирают данные обо всех встреченных животных региона. Круглые сутки на верхней палубе судна дежурит китовая вахта. Ее задача – фиксировать любые встречи с китообразными. На пути к очередному лежбищу ученым повезло. Увидеть Кошелота – большая удача. Научное судно опять у берегов Курильских островов. Сегодня Курилы решили напомнить, что они часть Тихоокеанского огненного кольца. Более 60 вулканов расположены на островах Курильской дуги, и многие из них – действующие. Это остров Черпой. Его вулкан уже несколько десятилетий продолжает свою небезопасную деятельность. Ученым придется работать в непосредственной близости от грохочущей и извергающей дым горы. Ну, мы сегодня вот добрались наконец до острова Брат Черпоев. Этот остров находится уже в средней части Курильской гряды. И он интересен тем, что здесь расположено одно из крупнейших репродуктивных лежбищ Сивуча. Мы сегодня будем работать на этом лежбище. Когда мы начали регулярные наблюдения в начале 2000-х годов, здесь рождалось около 400 всего щенков. Потом численность несколько увеличилась, и количество щенков превысило 500 особей, даже до 600 особей доходило. Но вот в прошлом году мы снова обнаружили, что численность приплода уменьшилась. Сколько щенков родилось в этом году, вот мы через несколько часов узнаем, когда сделаем стандартный учет. Количество родившихся щенков – это лишь отправная точка для изучения популяции северного морского льва. Андрей, можно побыстрее. Подходи-то напротив лежбища, подальше только. И медленно подходи, чтобы звери спокойно сходили. Ведь количество щенков – это еще не количество сивучей. Для оценки общего числа животных ученым предстоит решить уравнение со множеством неизвестных. Необходимо узнать, сколько здесь само, сколько самцов, сколько молодых животных. Нужно научиться узнавать сивучей в лицо. Дело в том, что сивуч имеет однотонную окраску. И возрастные вот группы, они различаются очень, ну, такими большими категориями. Молодые животные – это животные до возраста примерно четырех лет. Но даже среди двух-трехлетних животных нельзя оценить, определить возраст до года этих животных. А для слежения за такими демографическими параметрами, как выживаемость, выживаемость среди молодых, выживаемость среди разных возрастных групп, нам необходимо знать возраст животных. Для этого можем мы только каким-то образом их пометить при рождении. Но как пометить животное, которое не ищет встречи с человеком? Как сохранить эту метку, видимой в течение всей жизни сивуча? Котиков, например, метят металлическими метками. Мы тоже пытались сначала ставить эти метки на сивуча, но у котика и сивуча очень разная структура ласт. У сивуча ласт с возрастом увеличивается в толщине, эта метка теряется довольно быстро. Мы использовали пластиковые метки, мы использовали металлические метки, но ничего не работает. Сегодня мечение сивучей проводится методом горячего таврения. Таким способом до сих пор метят лошадей и крупный рогатый скот. Первые метки были поставлены на этом острове в 1989 году. С тех пор на островах Охотского моря было помечено более десяти тысяч животных. Ученые стараются как можно меньше беспокоить зверей во время мечения. На одном и том же лежбище работы проводятся раз в два года, и только тогда, когда щенки достаточно подросли и хорошо узнают своих матерей. Новорожденный сивучонок весит около 16 килограммов, а через месяц все 30. 20, 7 и 3. Соотношение веса и размера позволяет выяснить упитанность детеныша. 67. Это важный показатель его здоровья. Таврение проводится с анестезией под наблюдением опытного ветеринарного врача. Правильно поставленное тавро лишь повреждает волосяные луковицы, чтобы на этом месте не росла шерсть. Следующий! Заключительная часть процедуры – обработка тавро противовоспалительным средством. Готов! Носим! Уже через пару часов детеныш встретится с матерью. А на следующий день и вовсе забудет о неприятном инциденте. Следующий! Номер на боку Сивуча уникален. Это международный паспорт морского льва. По нему можно определить место рождения, его пол и возраст. Эти данные позволяют ответить на вопрос, сколько в море взрослых и молодых животных, сколько самок и самцов. Благодаря меченю, ученые теперь знают, когда Сивучи начинают размножаться, как часто самки приносят щенков и как долго они их кормят. Это и есть неизвестные показатели, которые можно подставить в уравнение и узнать, что же происходит с популяцией Сивуча. Это как мозаика, по которой мы получаем небольшие кусочки информации, складываем и получаем общие представления о ситуации, общей биологии зверей, о размножении животных и о том, как они используют этот большой океан для своей жизни. Емские острова На крупнейшем из них, острове Матыкиль, расположено самое северное в России репродуктивное лежбище Сивуча. Здесь ученые применили еще один метод контроля популяции. Будем высаживаться на лежбище, с краю погода пока позволяет, и обслуживать камеры, которые работают у нас с прошлого года, отработали ровно год. Провернут под большой камень, видишь, там немножко проточка есть? Вот туда, вот рули потихоньку. Появление людей всполошилось Сивучей. Но в этом году ученые не собираются беспокоить животных. И учет, и таврение были выполнены здесь в прошлом году. Цель визита другая. В прошлый раз ученые проделали здесь большую работу. И сейчас вернулись, чтобы получить результаты своего труда. Они пришли забрать фотографии. Это особые снимки, снятые особыми камерами. Несколько лет назад по инициативе Магаданского заповедника на острове был запущен уникальный проект по наблюдению за жизнью лежбища с помощью фоторегистраторов. Фоторегистраторы специально изготовлены были для этих целей. Представляет собой современный фотоаппарат с высоким разрешением, помещенный в влагозащитный бокс. Питание осуществляется от солнечной батареи. И камера фотографирует определенную часть лежбища с интервалом 15-20 минут, в зависимости от того, на какой интервал времени она запрограммирована. Фотоаппараты снимают без перерывов в течение всего года. Сейчас необходимо провести техническое обслуживание камер. Почистить объективы, проверить работу солнечных батарей и, конечно, забрать бесценные карты памяти, каждый из которых содержит около 60 тысяч снимков. На них все тайны сивучиной жизни. На фотографиях можно проследить всю историю событий, которые происходили на этом лежбище на протяжении всего года. Это конец лета 2014 года. Ого-го! Это вот камни падают. Так что вот аккуратно. Прямо рядом с нами. Фантастика! Я поэтому и под скалой встал, потому что здесь, как правило, это самое защищенное место под скалой. Работа исследователей всегда связана с риском. Только бесчисленным птицам нипочем жизнь на полных опасностей утесах острова. Но и они уступают надвигающимся холодам. И только надежно защищенные от всех природных катаклизмов камеры остаются единственными свидетелями жизни сивучей острова Матекиль. Матекиль. Изменчивая погода Ямских островов решила, что достаточно поделилась с людьми солнцем и безветрием. Пришла пора покидать острова, которые она так ревниво оберегает. Нужно срочно укрываться под высоким материковым берегом и пережидать непогоду. Передай или Сокиряке, или Левину позвони и скажи, что мы будем отстаиваться в заливе Удачи, если не сможем пробиться. Как понял, прием. Работу сделали на сто процентов, насколько это было возможно. Все хорошо, отлично. Связь ухудшается. Андрей пулькать начинает. В общем, до связи я попробую еще позвонить. Валерий, вот там, смотри, тихо. Вот видишь, тихо полоса с боя течения идет. А здесь все кипит. В следующий раз биологи увидят Ямские острова через год. И камеры поведают им о том, что происходило на берегах острова все это время. Более четверти века научные суда бороздят просторы Охотского моря. Более четверти века ученые всего мира пытаются выяснить, сколько морских львов обитает в его холодных водах. Их старания не проходят даром. Современная численность сивуча в российских водах оценивается примерно в 24 тысячи особей. А вся мировая популяция, по некоторым оценкам, достигает 160 тысяч животных. Регулярные учеты и наблюдения на лежбищах приносят обнадеживающие результаты. Ученые считают, что вид прошел низшую точку падения численности и количество животных стало медленно расти. Но это состояние неустойчиво. Успокаиваться пока рано. Причины сокращения численности сивуча по-прежнему не ясны. Но пока ученые работают на лежбищах, можно надеяться, что грозное предсказание Красной книги о скором исчезновении морского льва не сбудется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...